Друзья, всем привет! Давно не виделись на нашей рубрике интервью. У нас сегодня в гостях Екатерина Ковалевская, человек, у которого званий... Ого-го! Я уже даже боюсь ошибиться, столько их перечисляла. Международный мастер, гроссмейстер России, участница целых шести всемирных шахматных олимпиад, вице-чемпионка мира, двукратная чемпионка России, конечно же, бессменный член сборной Москвы. И мне тоже удавалось с Екатериной вместе даже завоевать золото командного чемпионата России. Ну и я думаю, что других крупных турниров тоже удавалось выигрывать просто немереное количество. Екатерина, добрый день! Очень рада, что заглянули наконец-то в нашу скромную федерацию. Рассказывайте, как дела? Ну, во-первых, тоже всем здравствуйте. Так хочу сказать, весеннего хорошего дня. Ну, вот сегодня немножко дождик, но тем не менее, все-таки погода потеплела. Надеюсь, настроение у всех тоже хорошее. Ну ладно, наша бедная федерация, она у нас в таком классном месте находится. Я вообще обожаю, когда ты погуляешь, не из повод, вернее, прогуляться по центру Москвы. Да, вот здесь совместилось сразу несколько причин сюда зайти. Ну и лишний раз рада видеть, тем более всегда приятно поболтать. Да. Мы, конечно, очень любим действительно порой немножечко почесать языками, но я думаю, что наши зрители, конечно же, я думаю, вот должны все же, придется вот на это потратить время. Но вот чуточку и кратко прям вот как начинался шахматный путь и почему все же шахматы появились в жизни? Ну, у меня получилось легко, потому что папа учил читать, писать, считать и играть в шахматы. Поэтому, когда я пошла в школу, я считала, что вот все дети это умеют, выяснилось, что неправду. Читают, да. Пишут и считают многие, а вот шахматы играет как раз мало. Ну вот с тех пор и вошло. Ну просто, наверное, вот немножко повезло как-то, и вот папа достаточно рано меня отвел заниматься шахматами в детский клуб «Слоненок» был у нас такой при заводе «Руссельмаш». Опять же, потому что больше меня нигде не брали. Но это вот вечная проблема, и сейчас с этим сталкивается пятилетний товарищ. Очень тяжело, куда его взять официально. Вот там Владимир Михайлович Канцин был такой потрясающий энтузиаст у нас в Ростове-на-Дону. В первую очередь он был организатор, судья, но и потрясающий тренер, потому что много можно ребят причислять. Ну вот из таких сразу вспомню Диму Кряквина, кому он привил шахматную любовь и надолго. Ну естественно, потом Леночка Томилова там оттуда не вылезала. Ну в общем, можно много кого вспоминать. Кому Владимир Михайлович кроме меня еще помог и проводил очень много турниров до последнего. Поэтому как бы вот, может быть, там эта любовь вспыхнула больше. Потом у нас очень хорошие ребята были, с которыми я занималась. И когда они меня там находили через много лет на соревнованиях разных, потому что жизнь разбросала из Ростова. Многие уехали, кто там военными стал. Вот когда появляются на турнирах, вот помнишь сразу, да. Причем, как всегда, вот это смешно, да, как у всех шахматистов срабатывать. Сразу вспоминаешь, что анализировали, да, какие партии вот детские были. Там лицо не помню, а вот то, что мы с тобой вот это играли, я помню, да. Поэтому вот, может, как-то сразу вот так шахматы вошли. Потом еще некий налет уважения всегда был к этому. У меня, опять же, вот во дворе, в соседнем, ребята, ну, можно сказать, нельзя сказать трудные подростки, но такие вот, немножко считались хулиганами. Но они приходили и брали меня у папы взаймы, чтобы поиграть со мной в шахматы. И вот собираются там 15-14-летние ребята, вот, а я уже такая вся великая, уже там в чемпионате города в 6 лет играла. И вот я там с ними борюсь, я их обыгрываю. И вот они действительно тоже вот с таким уважением. И вот, наверное, вот это мне еще сразу с детства зацепило, что тебя уважают именно за что-то, да, не за то, что ты такая, ой, милая, улыбчивая, да, там, с бантиками, хорошенькая. То есть это тоже могли сказать, какая она у нас симпатичная, но тут же, ну, так здорово в шахматы играет. И вот, наверное, вот эти вот вещи сразу соединились. И плюс я вот еще раз повторюсь, благодаря тренерам, потом, естественно, вот могу вспомнить Любарских Юрия Петровича, Людмилу Александровну, ну, естественно, кто дальше помогал там, и Петрушиных, и Захарова Александровна Ивановича. Извините, сейчас кого не назову, потому что действительно много людей. И вот отдельная тема – это вот Александр Николаевич Панченко, когда я попала на его Всероссийскую школу, вот это все сразу мне, ну, привили именно любовь. Потому что вот как анализировать, почему я до сих пор играю, да, не потому что я хочу кому-то доказать, мне уже поздно доказывать. Но с другой стороны, я считаю, что какие бы ни были у тебя заслуги в прошлом, доказывая, что здесь и сейчас. И это нормально, что ты не можешь притескать, вот я такая замечательная, любите меня там, и, как говорится, пускайте все, да нет, ты играешь, ты борешься, но мне нравится, мне нравится этот процесс. Естественно, я расстраиваюсь до сих пор, когда проигрываю, хотя сама же всех учу, что не бывает, и что, к сожалению, каждое поражение микросмерти, что никуда ты от этого не денешься. Но, тем не менее, вот сам вот этот момент анализа, даже вот этот момент, что тебе надо подготовиться к партии, вот посмотреть, угадать, вот это вообще, ну, я кайфую с этого, когда вот ты еще угадал, что соперник играет, да, ты вот не то, что ты лучше него подготовился, но вот эту же тему угадал, вы вот оба боретесь, классная партия получилась. Конечно, если ты выиграл, то вообще там тоже счастливые, да, невозможности. Но, тем не менее, даже, ну, бывает, ты проиграл, но потому что соперник играл сильнее. Скажем, если в детстве, естественно, я, как все нормальные люди, вообще не понимала, как можно радоваться поражению, да, то сейчас, скажем, если я проиграла, потому что вот зевнула в один ход, мне, ну, действительно, очень обидно. Если меня обыграли просто потому что сильнее играли, даже, знаешь, не то, что по делу, ну, потому что вот где-то ты время меньше оставил, чуть меньше разобрался, да, там, но вот действительно соперник в какой-то момент вот серию ходов выдал, ну, вот просто сильнее, чем ты. Ты вот где-то вот эту ниточку потерял, да, что-то недосчитал, что-то вот, ну, не почувствовал, да, в позиции. Поэтому здесь вот такое, или даже тебя дожали, потому что вот все время ты держишь, вот вроде позиция близко к равной, держишь, защищаешься, защищаешься, что я там на шестом часу зевнул. Обидно, но, тем не менее, вот немножко это все по делу, скажем так, сейчас мне это менее обидно, чем когда, еще раз повторюсь, я зеваю. Вот. А раньше я понимаю вот это детское восприятие. Это не он сильный, это я зевна. Вот это детство у меня уже, к счастью, давно ушло, поэтому все-таки я предпочту проиграть действительно более сильному. Даже если у него рейтинг меньше. Просто в данный момент он играл классно. Вот он играл классно, сыграл классную партию. Вот в этом плане, кстати, шахматы опять же чем хороши? Что если представить, да, что человек, который прыгает только двойные прыжки, да, в фигурном катании, обыграет того, который прыгает четверные, ну, невозможно. То есть тот вообще должен на лед, наверное, не выйти, что проиграть. То в нашем случае, да, вот сейчас, ну и ты с этим уже много раз сталкивалась, что третий, да, ты сидишь 1700, ну, вроде играть не умеет, да. А потом должен, вернее, я неправильно выразилась, он должен не уметь играть. То есть я вот помню, когда первый раз сталкивалась 1700, я думаю, ну че ты, в моем понимании вот только научился играть. Не то, что раз-два, я смотрю ее партию, думаю, ну, она же классно играет. Почему 1700? Почему 1700, потом уже, да, вот копаешься, что у них тысячи там начинают. И вот там, ну вот, мы сейчас попадаем, надеюсь, за счет того, что вошли в Азию, и все-таки вот у нас опять пойдет, да, какое-то разнообразие турниров, потому что вот в Китае они там делятся между собой рейтингом. И то же самое, там девочки с 1900 играют блестяще, а рейтинг брать неоткуда. Ну ладно, откатимся чуточку назад. Мне очень понравилась мысль о том, что привили любовь к шахматам. Вот в какой момент поняли, что шахматы – это вот прям будущее? Вот тут даже трудно сказать, просто мне шахматы, естественно, нравились всегда. То есть с детства получилось, что, ну вот, естественно, учеба в школе, и шахматы пошли вот основной линией. Скажем так, что-то меньше я из-за этого делала в школе. Соответственно, я там, ну, в каких-то олимпиадах не участвовала, там, не старалась быть круглой отличницей, как раз из-за того, что уже упор на шахматы был сделан, ну, вот, тем более, что достаточно рано стало и на турниры выезжать. Поэтому с этой точки зрения, как бы, шахматы все время шли рядом. А вот висело ли в голове? Ну, естественно, опять же, вот, к счастью, привили правильно. Хотя вот в детстве играла, там, чемпионаты у нас отборочные, как, я думаю, во всех городах были, там, четвертьфиналы города, полуфиналы города. И вот там сильные кандидаты играли. Кстати, вот вспоминаю с такой любовью, потому что это были люди, которые, там, могли быть директора заводов, инженеры ведущие. Но они очень любили шахматы, были сильными кандидатами. И вот играли в этих турнирах просто, чтобы поддержать свой уровень. И потом, как мне, кстати, в 90-х жена одного сказала, какое было, говорит, хорошее время. Они были все время при деле, они готовились к партнерам, они приходили играть в шахматы. А из всех женщин я знала, что там только только некому было передавать. А переживать там за 10-летнюю девочку очень трудно. В то время, когда вот, я почему-то вспоминаю, когда начались 90-е, появилось казино, как раз вот, к сожалению, у нас шахматный клуб в Ростове переживал упадки с турнирами в том числе. И все пошли в казино. Она говорит, а вот туда я не хочу, чтобы мой муж ходил. Вот было более приятное время. Вот это, просто я к чему еще это вспомнила, что они мне часто говорили, вот у нас там растет будущее Гапридашвили. Мне, ну, я уже тогда прочитала книжку Нонни Терентьевни, и я ее обожала. Я, конечно, в тот момент не предполагала, хотя вот я обожала всю вот эту грузинскую четверку. Я их всех считала великими шахматистками. Вот Гапридашвили, Чебурданидзе, Иоселяни, и все. Александрия, сразу выяснила быстрая фамилия, Нана, извини. Нет, я тоже великая. И в какой-то степени вот Нино Гуриэли, опять же, Нино. Просто всегда считалась пятая, не потому что ты играешь плохо. Нет, все вот они играли здорово. И, конечно, что вот со всеми я потом столкнусь, буду играть, и могу сказать смело даже дружить. И вот Нона Терентьевна просто это вот у меня любимый пример, любимый человек. И я ее всем привожу в пример. Это потрясающая шахматистка. Вот, кстати, если говорить о любви к шахматам, вот, наверное, большего вот человека мне трудно даже представить. Я не хочу сказать, что другие любят меньше. Но Нона Терентьевна, она вот вся в них. Вот, ну, я не могу сказать с рождения, потому что я ее тогда не знала. Но вот с того момента, как я ее знала, видела. И вот как раз, если опять же говорить, от кого черпать, да, вот я видела, как она, да, когда человек постепенно утрачивает, уже не может, наверное, бороться на том уровне, на котором привыкла. Но, тем не менее, она находит в себе силы там выиграть, значит, ветеранские турниры. Просто играть в турнирах. Это, конечно, классно и здорово. Вот, и к тому, что вот как-то у меня это и сразу пошло, что раз я играю, я хочу стать чемпионкой мира. То есть вот это было в голове. Но, тем не менее, вот опять же, я попала в начало 90-х, мне 16 лет, и полностью разрушилась система вот даже финансирования. Ну, потому что распался и СССР, и все. И получилось, что тогда ты просто знаешь, сборы, ты играешь за команду. Вот, кстати, опять же, если приводить о смешанных таких моментах, есть Света Вифлеемская, у нее дочка, очень даже здорово играет в шахматы. Я каждый раз... А мы со Светой просто жили на всех детских вот как раз командах. Более того, я всегда требовала, у нас со Светой такой хороший был контакт, вот на детских командных особенно. Мы со Светиком часто жили. И я ей говорю, я надеюсь, что с внучкой твоей все-таки играть уже не буду. Катя, я еще переживаю, но, вроде, от внучков уже не хотелось. Но вот, и к тому, что вот тогда развалилось все. Опять же, был вот этот период, то ли играть, то ли не играть. Но, опять же, недолгий, потому что какие-то турниры все равно были, играть хотелось. Ну, продержалась. И дальше уже, опять же, стали бороться. Не могу сказать, что потом там в какой-то момент получилось блестящее финансирование. Но в 2000-х действительно стало лучше. Опять же, уже появились и результаты, да, уже и член сборной. Тут уже выбора нет. Тут уже шахматы надолго. Все же, в 94-м году, все же, стала, наверное, одной из самых молодых чемпионок России, да? Ну, понятно, что Россия там существовала в таком положении не так много лет, но все равно, да? То есть, 20-е это большая такая, ну, ответственность, наверное. И да, и нет, просто, ну, как бы, 20 лет мы вообще все наглые. Я вообще считала, что уже тогда играю потрясающе, они все не очень, им скоро придется на пенсию идти, да? Сейчас уже смеешься, да, вот с тех восприятий. Но, на самом деле, ну, я действительно играла в тот момент на том уровне неплохо. Понятно, что у нас, конечно, Татьяна Степовая, если вспоминать то поколение, там, она, я уже не помню, восьмикратная была чемпионкой РСФСР. И успела и чемпионкой России стать, там, ну, естественно, вот с Алисой Голямовой, и близко по возрасту, и конкуренция. И, разумеется, если чуть вот старше, Света Прудникова, Татьяна Шумякина. То есть, у нас действительно была классная сборная, ну, Юлечка Демина, разумеется. То есть, можно многих вот тоже девчонок вспоминать, которые здорово играли, более того, которые бы и сейчас неплохо играли. Ну, Боже, Света Матвеева, вот, когда перебралась в Россию, то есть, тут как раз вот очень классная тоже всегда сборная была. Но чемпионкой России, наверное, это вот действительно, вот, поскольку, правильно ты вспомнила, год 94-й, он как раз для меня оказался, вот, когда ты до этого думаешь, играть, не играть, а здесь все-таки чемпионка России, ты попадаешь в сборную. Здесь ты уже должен доказать. Тем более, опять же, если вспоминать девочек для них, вот, они тебе пытаются доказать, там, ну, вот, ты случайно попала. Ты думаешь, ага, сейчас, сейчас, сейчас я вам докажу, что не совсем так. Поэтому здесь это тоже, это не мешает дружить, да, вот, хорошие приятельские отношения, но конкуренция, естественно, тоже должна быть. Получается, что вот в 94-м, да, это был такой, ну, первый взрослый титул, да? Ну, я выигрывала какие-то неплохие туркиры, вот, сейчас уже, да, с трудом надо поднимать. Мне, честно говоря, стыдно в этом плане. Я, нет, я могу объяснить, какую позицию. Мне иногда, когда просят, там, принесите медали. Хорошо, у меня сейчас моя любимая свекровь, за что ей большое благодарственное спасибо, она их все хоть как-то собрала вместе в коробочку, потому что я, когда, помню, первый раз, там, у меня дома в Ростове приехали ребята, там, по-моему, в 98-м году примерно, ну, или в 2000-х в начале, и говорят, вот, вы можете достать медали, мы так с папой друг на друга. А где? А кто их вообще где видел? Ну, там, достаешь в какой-то похитик, там, где-то, что-то. И вот я начинаю так изо всех щелей, кто куда положил, они так на меня смотрят, как, вы же должны их повесить. А у меня вот, ну, вот, честно тебе скажу, у меня вот всегда было восприятие, что результат он здесь и сейчас. Вот ты его взял, попробовал, каждым своим результатом, особенно командным, я обожаю командные турниры, и там, где мне удавалось за команду здорово сыграть, ну, я реально горжусь этими турнирами. Вот, кстати, если говорить об Олимпиаде, вот, в 98-й в Элисте я и сама здорово сыграла, и команда вот тогда первый раз серебряные медали взяла. Поэтому, конечно, вот у меня гордость за все свои результаты есть, но медаль, мне кажется, это уже, ну, вот, ну, это вот действительно внукам показывать, а вот бабушка когда-то. Бабушка, смотри, у тебя, да? Да, потому что сын, даже сын так не повесил, разве что внукам. Поэтому у меня вот к медалям немножко такое, другое вот всегда было и восприятие, и понятие. А результаты, да. Я хочу их потрогать и доказать. Путь к званию чемпионки мира. Каким он был? В 2004 году удалось добраться до финального матча, да, который, может быть, ну, сложился достаточно трагично, если можно так сказать. Ну, опять же, да, но не удалось, да? Да, скорее не удалось. Ну, вообще, что значит путь чемпионки мира? Естественно, я считаю, если в какой-то момент, это я говорю сейчас вот с ребятами, которыми иногда и консультирую, и работаю, и вообще вот даже сейчас мне хочется сказать и родителям, и детям, которые хотят заниматься шахматами, что в какой-то момент, пожалуйста, сделайте для себя понимание, что вы хотите от шахмат. Если вы хотите стать чемпионом мира, то это вот самый, наверное, правильный подход, когда вы работаете на износ, но вы занимаетесь, потому что вы не можете себе позволить там ходить по дням рождения в больших количествах. Я не к тому, что на них вообще не надо ходить, но здесь вы уже выбираете, да, там на 2-3 можно сходить, а на 15, наверное, уже не стоит, да, там. Опять же, каникулы вы ставите в угоду шахматам, да, вот. И много можно перечислять, опять же, выбор между школой и шахматами – это всегда больный вопрос. Я сама мама, у меня самый ребёнок учится в 6-м классе, я прекрасно знаю, сколько задают, я прекрасно знаю, как он устает, но тем не менее, если вы занимаетесь шахматами, это всё уже никого не волнует. Потому что если вы хотите здорово играть в турнирах, вы должны заниматься и вот себе делать выбор. Другое дело, что сейчас слишком большой выбор у детей. Извиняюсь, что немножко отвлеклась, но вот у меня, про чем я к этому веду, потому что мне тоже предлагали какие-то вот варианты, там, я же говорю, вот и за школу в разных вещах пытаться поучаствовать, защитить через школу, не только в шахматах, а там какие-то вот лагеря хорошие предлагали, мероприятия. Ты отказываешься, ты вот занимаешься шахматами. Почему, я говорю ещё раз, вот для меня самой легче по восприятию, что ты именно борешься за самый высокий титул, ты не думаешь о каких-то глупостях. Мне вот до того, чтобы стать международным грасмейстером, да, среди женщин, но у нас это уже была картина опять пулачка. Потому что я не помню уже сколько раз, там, 12 или 14 мне не хватало. Да, хватило. Да, и появлялись добрые люди, которые говорят, ну что ж ты не купишь эти полочка, да, ну сколько можно, вот. А мне было смешно, потому что я собираюсь стать чемпионкой мира. А вы мне тут про какие-то топовые. Нет, ну какая мне ясница, я стану там грасмейстером в 15 лет, в 20-25, если я стану чемпионкой мира, за мной будет шлейф, что со мной что-то не так, да, то мне это не нужно. Вот поэтому вот эти вещи, и вот, кстати, очень хорошо была такая замечательная тоже шахматистка Марта Ивановна Литинская в девичестве Шуль. И я помню, идем на очередном турнире, как раз мне не хватило пулачка, но в последнем туре, как всегда, не выиграла. Ну не то, что там я помираю, но не выиграла, сама, как говорится, виновата, тем более не всегда это то, что ты там выигранной позиции не выиграл, вот ничья по делу. И она говорит, когда-нибудь, если ты не бросишь играть, и ты действительно вот с тем подходом, как у тебя, ты будешь это вспоминать со смехом. Но себя, вот, говорит, не ломай, продолжай просто заниматься. И так и получилось. Я, кстати, до сих пор должна Марта Ивановна не две бутылки шампанского за это, да. Но все-таки надеюсь, когда-нибудь удастся вернуть. Но вот, в принципе, наверное, вот так и шло, что ты борешься, поэтому вот любой турнир, любые возможности себя проявить. Хотя, опять же, я вот скажу по себе, я прекрасно знаю, что на любой турнир, на который я приезжаю, помимо меня, ну, если мы говорим про чемпионат мира, да, помимо меня, чемпионка мира, еще собирается стать минимум 20 человек. И это действительно 20 классных шахматисток. Это не то, что, да, там все 64, может, все 64 и хотят. Я вот беру, когда нокаут-система, допустим, это проще, мне кажется, зрителям будет понять. Нет 20, как минимум 20 классных шахматисток. Как сложится вот эта турнирная сетка, когда уже там во втором круге могут попасть два человека, которые реально вот в классной форме и достойны стать чемпионками. Поэтому здесь трудно. Я вот когда как раз говорю о нокаутах, допустим, я считаю одним из лучших своих нокаутов, это как раз первый, который был в Дели, где я дошла до полуфинала и проиграла в быстрые действующие чемпионки мира. Это кто у нас? Се Дзюнь, да? Да, как раз. И матч был, кстати, с ней классный, тоже были шансы выиграть, все. Но вот тот турнир вот по тому походу, как я шла турнир, и вот этот полуфинал, то, как он сложился, я считаю, он более классный, чем, допустим, то, что уже в 2004-го. Нет, не финал Сантуи, нет, а сам турнир. Потому что вот на том турнире там такие были качели, ну, там, вплоть до того, что на одну партию вышла не тем цветом, замечательно, да, я вышла играть черными, увидела белые фигуры, да, замечательно было, проиграла белыми, отыгрывалась черными, все нормально. То есть вот... Зато какой опыт. Опыт, да. Не, но опять же, вот потом, когда вот... Более того, к вопросу об опыте, эту историю знали все мои друзья. Вот ты сто раз рассказываешь, вот к вопросу о технике безопасности, говоришь, ребята, как бы вы не были уверены, вот вы после каждого выигранного матча идете к судье, и вам показывают листик, где четко написано, кто каким, потому что там меняется вот это, кто кого обыграл, и кто кому какой-то более высокий номер по рейтингу забирает. И тем не менее, у меня пара приятелей все равно точно так же выходили не тем цветом. Да, вот хотя вот, говорит, вот мы и вроде знаем, но опять же, да, это вот такой случай. И вот там действительно я с везением, но опять же и листа, да, вот у меня была всегда смешная ситуация, как раз я и Кирсан Николаевичу Лемжинову часто говорила, что вы вот возьмите вы листу, потому что мы же с вами знаем, ну вот вы листе меня многие любят, ну, во-первых, Ростов и листа соседи, у многих родственники общие, и в листе я много раз была. Опять же, привет все листеи, кто меня там помнит. Вот очень жалко, что последние годы не могу доехать, а все хочется на цветение тюльпанов приехать, но надеюсь, доеду. И вот я всегда говорила, Кирсан Николаевич, вот возьмите вы листу, и я там стану чемпионкой. Но чуть-чуть не дошло, да, вот была близко. Что касается того турнира, я еще раз говорю, подвезло, сам финальный турнир получился, действительно, но там все сразу наложилось, и усталость, и немножко, как говорится, и вина тренеров, и моя, собственно, но всегда мы знаем, что у победителей, да, только я, а когда проиграли, виноваты мы все. Все виноваты, да? Нет, на самом деле сложилось, как сложилось, и, скажем так, вот сейчас уже опять вспоминая, я не могу сказать, что я бы кому-то другому проиграла там, более лучше или худше, но я проиграла Антуанете, Антуанета действительно достойна тоже, вот была чемпионского титула, она обалденная шахматистка, я кайфую каждый раз, когда ее партии до сих пор смотрю, и у нас всегда вот, опять же, получилось, что я с ее владенчества ее знаю, и вот с детства, вот эта борьба и хорошие отношения, поэтому как бы тут, ну вот действительно, ты проиграл классной шахматистке, хотя опять же, вот я выиграла тоже там у Канеру, по-моему, как раз в полуфинале, и Хумпе как раз было куда обиднее, потому что, ну там у нас такое неслось в матче, по-моему, в какой-то момент уже было, кто доживет, вот просто действительно, кто доживет, если тот матч посмотреть, ну я дожила больше, поэтому вот опять же, вот он мог закончиться в полуфинале, вообще нокаут-система, это такой турнир, ты играешь просто каждый матч, по отдельности, в этом плане, я, кстати, вот немножко забегу, ну как бы для меня, вот сейчас грустный момент, да, вот что из-за этой ситуации разбили турнир претендентов, потому что очень болела за всех наших девчонок, ну вернее, мне хотелось, чтобы кто-то из наших девочек прошел, и вот я как раз, когда особенно разбили на матче, я сидела грустно, говорю, ну как же так, это вот полностью под китаянок, еще ребята, да нет, вот и у наших, я говорю, ну у наших только у Саши Горячкиной, вот всем остальным надо играть в турнир, вот, потому что, вот, они там могут, как выстрелить, да, так и плохо сыграть, а в матче, когда ты можешь, ну, по сути, ты можешь выиграть матч, не выиграв ни одной партии, вот, но это уже немножко другие шахматы, и по-другому ты готовишься. А вот как с шахматной точки зрения готовиться к матчу? Да, уже все, у нас у девочек нет нокаутов, да, то есть, ну вообще, в принципе, вот. Не, ну во-первых, жизнь длинная, еще что-то поменяется, что-то они поменяют, Все что будет, ну как готовиться к матчу, это ты действительно должен, вот, сильные, слабые стороны, да, там, пересмотреть человека, причем желательно во всех, как говорится, его ипостасях, посмотреть, как он сейчас сидит за доской, да, потому что, допустим, я на Сашу Горячкину обратила внимание на высшие леги, что, ну вот, ну Саша, у нас же всегда само спокойствие, да, вот было, и вдруг я обратила, что она вот на высшей леги, вот даже ходы как-то резковато делает, и потом посмотрела ее партии, то есть Саша, которая всю жизнь раньше, там, у нее все по шестой стоять могло, и она спокойно так 30 ходов могла сделать, и, ну, естественно, там, не проиграв партию, то вот сейчас у нее появились ходы, там, F5 или C5, то есть уже какая-то такая резкость, да, я не говорю, что это плохо, может, это наоборот здорово, она сейчас маты начнет всем ставить, но немножко вот как-то стиль изменился, то есть вот за такими вещами ты должен вот у всех наблюдать. То есть настолько вот получается, да, изучаем противника? Ну, если ты борешься, конечно, если ты борешься за самые высокие места, не, понимаешь, перед нормальной, вот если мы играем с тобой, да, швейцарку, ну, вот из таких из последних, да, у нас там высшая лига, да, с тобой где пересекаемся вместе, чемпионаты России, там просто у тебя времени физически нет, но многих ты не знаешь, да, то есть, это вот девочка, 2005 год, они умеют ходить, что? Нет, у меня, да, смешно было, я играю в какой-то Блиц как раз в Москве, играю с девочкой, и понимаю, что я ее знаю, что я даже знаю, что сейчас будет по дебюту все, потому что я к ней уже кому-то готовилась, таких же девочек, ну, даже у вас, то есть я человека-то не очень знаю, это первый раз вижу, но я знаю, что она играет, уже даже немножко представляю ее стиль, поэтому если мы говорим, конечно, о подготовке в матче на самом высоком уровне, конечно, ты все изучаешь, конечно, не то, что ты себя ломаешь, но ты должен изучить соперника, ломать ни в коем случае никого не надо, это, ты должен играть, вот опять же могу сказать по собственному опыту, что играть ты должен как тебе комфортно, даже если соперник, там, те все уговаривают, что он вот эти позиции не любит, так ты их тоже не любишь. Не, мне очень понравилась вот эта вот мысль готовиться вот прям по всем каким-то полным параметрам, один раз мой тренер где-то около 6-7 лет назад я играла турецкую лигу, приезжала как легионер, это был один из первых таких выездных серьезных турниров, потому что я играла там у них в суперлиге, там вот там играли там Аня Музычук, там Загнидзе, ну такие, да, тоже топовые женщины. И мой тренер решил меня морально настроить, у него был какой-то знакомый в Турции, который знал там, ну местных турецких девочек, ну и соответственно что-то, ну про всех остальных все равно все знают, и он мне писал какие-то такие большие сообщения моральной поддержки, там типа, вот это вот курит, это там в разводе, а это вот там что-то там это не умеет, или там, ну короче, писал просто какой-то абсолютно набор полной ерундистики такой, и я такая смотрю сообщение, и смеюсь во весь голос, типа, мне тренер рассказывает, ну какие-то, окей, можно сказать, да, это некрасиво, но какие-то такие негативные стороны моих будущих соперниц, и я такая, так она же курит там, или еще что-нибудь она там делает, и я такая, иди сюда к мамочке, конечно, не всегда срабатывал, но психологический настрой, это тоже важная штука. Нет, это психологический портрет важный, потом я с тобой не соглашусь, вот, что, особенно насчет курит, то есть ты уже видишь какой-то момент, она занервничала, ах, ей покурить надо, да, все это, то есть вот ты уже вот эти посылы тоже, я, кстати, вот с ребятами, которые курят, да, ну тоже, естественно, я не собираюсь никого читать морали, все большие мальчики и девочки, ну просто говоришь, ну ты же у себя время крадешь, а самое главное силы, потому что, ну вот зачастую, да, там комната для курения находится, что идешь лесом, полем лесом и так далее, да, еще судью найти, который тебя отведет, но вот, опять же, человек выбирает, кстати, вот о курении, Антуанета Степанова, она же много курит, но когда вот стали в Европе вводить запреты на курение, они играли какой-то турнир в Норвегии, по-моему, и она и Александр Халифман, вот два наших таких заядлых курильщика, и потом Антуанета говорит, на улице минус 20, организаторы турнира, ну турнир просто хороший, вот круговик был, но организаторы турнира сказали, ребята, нам ваши проблемы, как говорится, по барабану, в гостинице курить запрещено, на улицу, и она, и мы в минус 20, и говорю, ну так может пора бросать курить, она говорит, нет, нет, даже минус 20, нет. Нет, поэтому тут как раз здорово, что тренер писал, более того, я могу сказать, вот я могу из таких вот тренеров, которые с женщинами реально классно работали, первый, вот кто мне на ум приходит, это Адриан Михальчишин, и Адриан Богданович, как раз, вот этот психологический портрет, что вот видно, что у тебя у соперницы, там что-то происходит, приехал молодой человек, да, или там вот она перед этим, там то-то и то-то, что-то, он считал очень важно, потому что, чтобы ты понимаешь, ну особенно вот с девочками, которые чуть слабее, да, или только вот пытаются, да, войти, скажем, в элитный круг, что и ты можешь с ней бороться именно на ее слабых сторонах, поэтому это как раз здорово, что есть человек, который такое напишет тебе. Жаль, это была разовая акция в моей карьере. Так, ищем тренировок, который это пишет. Психологические портреты. Не, ну это, кстати, вот с тренером тоже важно, иной раз, чтобы тебе сказали вот эти вот слова, да ты на нее посмотри, просто вот внешне, да, не то, что там она выглядит, как не знаю кто, нет, просто вот посмотрела, у нее сейчас видно, что ей не до шахмата, и ты уже идешь, думаешь, да, я сильная, значит, я умница, вот потому что мне же до шахмата. А вот может же расслабить еще, вот думаешь, что ей сейчас не до шахмата, особенно, ну не знаю, там девушка, если в положении, да, каком-нибудь. Не, ну в положении, по-моему, это до всего, или не до всего. А они все равно приходят, и тебя обыгрывают, просто не жалеют. Положение это не болезнь, это я тебе могу по опыту сказать. Нет, тут скорее другое, что вот именно найти правильное слово, и ты за него зацепился, себя подтолкнуть, потому что иногда ты получил хуже позицию, ты себе говоришь, не, ну ничего, ничего, вот сейчас, ну опять же, да, если курить, вспомнил, сейчас она курить захочет, времени нет, она не сможет, и что-то зевнет. То есть может какой-то вот такой момент, и ты начинаешь, ну даже более уверенно ходы делать. Соперник же как раз это уверен, уверенность тоже, и в чем-то боится даже, да, и вот иногда вот эта уверенность нужна. Нет, вот эту золотую середину, здорово, я с тобой согласна, понятие переоценки, ну мне ее, к счастью, никогда и не было, то есть я повторюсь, у меня была такая природная наглость, нормальная, спортивная, да, что я считала, что я могу бороться со всеми, и могу побеждать всех, но вот такого, что это играть вот совсем не умеет, ну, более того, я могу помнить даже детский, турниры, помню, там какой-то концерт показывали, ночной, и вот его хочется посмотреть, я нет, не имею права, причем у меня не было сомнений, что я на следующий день выиграю, потому что я играю белыми, девочка слабее, но я не имею права прийти, не выспавшаяся, потому что вот не выспавшаяся, я могу не выиграть, то есть вот это уже в голове срабатывает. А в какой момент вот приходит вот это вот ощущение, что нужно себя как-то контролировать, да, свои какие-то, может быть, привычки, свое поведение, что вот что-то мне может помешать выиграть? Это у вас в юном возрасте или уже как-то после? Не знаю, но вот опять же, может, везло, что как-то примеры были, опять же, хорошие перед глазами, скажу бы, когда уже столкнулась с Ноной Терентьевной в более таком, да, ну я уже, и я постарше, но Ноной Терентьевна уже, естественно, практически в таких великих турнирах не играет, да, ну там, именно за звание там чемпионки мира, но Ноной Терентьевна играла во все другое, то есть на самом деле, если посчитать, мы с Ноной Терентьевной в шахматы успели очень много сыграть, она играла в Россию, с удовольствием приглашали, вот в Элисту в частности, и мы с ней, были у нас там турниры в два круга, поэтому мы с ней достаточно много партий сыграли, но самое главное, мы с Ноной Терентьевной сыграли безумное количество партий в Ямб. Это я даже сосчитать не могу, и вот, ну вот, я вот уже сказала, у нас была смешная ситуация, я играла, он, переносатая Европа, был какой-то личный, и вот, ну, я играю весь турнир, Нона Терентьевна ходит, там, бедная, спокойная, там, а мы, по-моему, еще на два дня, там, то ли быстрые, то ли блиц остаемся, и я, допустим, блиц не играю, она, все, я посмотрела, ты не играешь, вечером я у тебя, и вечером, но на Терентьевна, да, сразу извиняюсь, бутылкой мартини, это сразу вырезали, но это святое, как всю ночь в Ямб играть, и вот мы с ней там чуть ли не всю ночь играем в Ямб, ну вот, это были, ну, это было вот просто такой вот момент жизненный, что ты вот, какие-то такие игры, но как себя осознать, что ты хочешь именно бороться, и для этого починить, не знаю, я говорю, это опять же Александр Николаевич Панченко, ну, с такой, конечно, мы его все теплотой вспоминаем, но, к счастью, еще жив Александр Васильевич Филипенко, большой привет в Ижевск, и вот как раз на школе Панченко все тренера, вот там, Дмитрия Воловякова, вот тоже могу вспомнить, они вот с нами малышами работали, они все время говорили, ребят, вы это делаете для себя, если вы хотите добиться что-то в шахматах, все, что вы делаете в шахматах, вы делаете для себя, если мы заставляем, вот как меня очень любили погнать, еще раз послушать там, те желодейные, пешечные эншпиля, если мы это делаем, не для того, чтобы вас обидеть или унизить, а для того, чтобы вам это нужно, и вот какие-то вещи в тебя потом просто вот вбились и впитались, и ты по-другому не представляешь, да, ну, вот мне действительно сейчас умиляют многие ребята, ты там что-то показываешь, ты потом говоришь, а что ты ничего не записываешь, он так на тебя смотрит удивленно, записывать надо? Да, особенно вот какие-то дебютные варианты, говорю, так ты помнишь, что вы смотрели? Ну, типа, ну, вы же еще раз там, я говорю, так я уже сама забыла, это же мой вариант смотрит немой, мне это может вообще не пригодится, ну, как же так? А у нас, ну, не то, что мы каждое слово ловили, да, допустим, я не очень была согласна с многими высказываниями Свешникова вот по дебютам, да, но тем не менее, опять же, хочу сказать вот большое спасибо ему, вот у него был свой взгляд, я и сейчас с ним не согласна, я не хочу сказать, что вот я действую по его принципам, но какие-то вещи, вот выбора, дебюта и анализа, вот то, как вот он сидел, вот нам вот его доказывал, добивал, оно тоже интересно, это другой взгляд, и он тебя заставляет по-другому смотреть, опять же, ты выбирая между взглядами, вот, да, разных тренеров, ты выбираешь то, что тебе подходит, это тоже, кстати, очень важно, поэтому тоже детям говоришь, вы же всех слушаете, но не то, что вы, а вы сказали, и тут же забыли, вы к себе, это примените, кстати, извиняюсь, сразу вот, есть хорошая книга Ивана Соколова, по пешечным структурам, и вот там как раз Иван, вот эту мысль, именно как тренера, здорово высказал, что, если бы мне в детстве, и в моем таком становлении, кто-то сказал, что вот некоторые пешечные структуры мне категорически не подходят, сколько бы времени я бы сэкономил, не играя ненужные дебюты, не потому, что они плохие, да, там просто, вот допустим, ну, возьмем защита Немцовича, но она тебе не подходит, да, или кому-то там волжский габит, ну, можно там разные перечислять, там, старо-андийская защита, у меня с ней всегда смешно было, в какой-то момент получилось, что то ли от большой лени, то ли что я играла старо-андийскую, с конди-7 очень долго, и Александр Халифман, ну, Александр Валерьевич у нас всегда такой эстет, интеллигент, и вот сидит, значит, Саша, тут у него кофе, тут сигара, Катичка говорит, как же я тебе, говорит, замуж выдам, если ты конь D7 в стороне, Вики до сих пор ходишь, я говорю, черт придется поменять, ну, вот смешно и грустно, но какие-то моменты, потому что не можешь все время одно и то же играть, да, ты все равно, особенно сейчас, шахматист должен быть мобильным, изучать много, поэтому вот, и ребятам, говоришь, вы же впитывайте, да, не просто вот прослушали, впитывайте, умейте менять, умейте слышать, ну, слышать это, да, у меня самой 12-летний товарищ, который даже после, 5-го раза мало слышит, поэтому туда спорный такой вопрос есть. Катя, вот как думаете, вот окей, мы сейчас примерно еще обсудили такую, ну, можно сказать, проблематику, да, вот этой современной шахматной школы, потому что действительно дети сейчас, это дети, которые, по сути, работают с компом. В рамках нашей рубрики интервью мы также общаемся с молодыми, талантливыми детьми, и у меня на интервью был безумно талантливый, молодой Рома Шакджиев, да, который пришел, и когда он услышал от меня слово, там, например, буллет, глазки так, так, буллет, я, да, играю на Личесси, буллет, ультра буллет, 15 секунд, компьютер, тык-тык, мышка, задачи, и, и, конечно, в то время, когда вы занимались шахматами, не было никаких, прости господи, компьютеров, ультра буллетов, прочих развлечений, то есть сейчас дети, они, ну, более так, компьютеризированы, по сути, они все доверяют компам, вот, как думаете, вот, чего можно бы им добавить из нашей, вот этой старой школы? Читать книги, вот это то, что все говорят, и, к сожалению, я не могу согласиться, что все дети, потому что, допустим, я не знаю, как работают индусы, честно, не знаю, то есть я знаю, кто им лекции там периодически читает, вот, но, зная людей, которые им читают лекции, я понимаю, что они не могут говорить, что только компьютер, вот, конечно, я с молодых индусов, и я вот часто смотрю, там, допустим, вот чемпионат Индии среди мужчин, где много молодых ребят играет, я с них, ну, вот слово такое кайфую, да, здесь применю, потому что видно, как они умеют использовать, вот, понимание компьютера, то есть они делают вот эти ходы классные, вот, интересные, да, потому что, ну, когда ты раньше читал книгу, я вот как раз была тоже противная, я тренерам приходила, и говорила, а почему здесь так, а я не согласна, почему же 4, это плохо, ну, тебе объясняют, но ослабление пешки, но здесь-то это я пространство захватываю, и вот, конечно, когда компьютер вошел в нашу жизнь, то многие вещи ты пересматриваешь, я сама пересматриваю, я тоже, я балдею, вот, анализировать какие-то вот позиции, мне сейчас, кстати, вот, играть из-за этого намного сложнее, ну, мало того, что времени просто нет, да, там, семья тоже отнимает, и ты не можешь так готовиться, как раньше, но еще я себя ловлю за доской, что ты получаешь классную позицию, мне уже хочется пойти проанализировать, чтобы не испортить, но она же классная, вот, а я сейчас вот сделаю, надо ход делать, надо все, вот, и они не сомневаются, они его делают, и интересные идеи, потрясающие многие видят, поэтому как раз это здорово, а что касается вот буллитов, берсерок, ну, я знаю, что такое, все эти страшные слова, нет, просто, я знаю, что такое берсерки с точки зрения викинга, что такое с точки зрения шахмат, для меня это было недавнее открытие, более того, я вам честно признаюсь, в этом году я дошла до ручки, я налечеясь, уже несколько раз брала берсерки, то есть то, что я никогда уже с ней не делала, только на нашем канале, друзья, ну, я понятно, что все это тренируешься, но я смеющаяся уже, я стала брать, нет, поэтому я вот даже ребятам говорю, я смотрю там, ну, вот же галка, да, ну, ну, прекрасный шахматист, классно играет, но когда там он берсерку берет на 30 секунд, хочется спросить, кто, что, кому хочет доказать, у кого руки там быстрее шлепают, дети, конечно, растут компьютерные, они не могут, они не умеют информацию, добывать, опять же, я почему говорю так категорично, я смотрю по своему сыну, который не самый глупый человек, но если я прекрасно понимала, пошел в библиотеку, взял энциклопедии, как все нашел, как ты все это скомпоновал, нас к этому просто приучали, мы понимали, что по-другому ты правильную информацию не получишь, опять же, чему можно доверять, чему нельзя, когда ты сейчас набрал, да, ты сразу хочешь получить готовый ответ, да, там, сколько раз кошка плюет по утру, ну так, допустим, ты раз набрал, и она там тебе выдала, выдали, да, и так далее, то есть, конечно, это и плюсы, потому что ты быстро получаешь информацию, ты много информации получаешь, но главный минус, что ты привыкаешь к быстрому ответу, поэтому, опять же, мы, если мы говорим о ребятах, шахматистах, если ты хочешь кому-то доказывать в интернете, что как-то ему легко сбиваешь флаг, там, с королем и пешкой против десяти ферзей, то, конечно, продолжай дальше играть, буллет брать, берсерки и так далее, если ты хочешь именно доказать совсем по-другому, ну, вот, можно многих ребят перечислять, ну, от того же Володара Мурзина, да, иногда любят поливать, что, как ему все достается, а когда говоришь, ну, зато Володар умеет работать, он реально умеет работать, он умеет заниматься, если ему тренер скажет прочитать книгу, то есть, это я слышала от многих людей, кто с ним работал, он пойдет и прочитает эту книгу, то есть, у него даже вопрос не возникнет, зачем? Он ее прочитает, он тебе расскажет, я сама просто помню, с ним столкнулась, там, я ему говорю, вот, а ты посмотри, вот это, вот это, он потом, ой, да, классно, мне понравилось, но я еще вот это, вот это посмотрел, там, ну, вот, ребята там, кто с ним работал, говорит, там, ему присылаешь 20 этюдов, он все, он не спрашивает, зачем я должен писать решение, он просто его пишет, подробненько и присылает, и вот, когда ребенок себя к этому приучит, из него, опять же, я не говорю, что Володар станет чемпионом мира, я ему искренне этого желаю, но, там, таких же, вот, сейчас в Индии растет, да, в Америке, можно там перечислять, да, и у нас сейчас ребята потрясающие идут, но, опять же, от многих тренеров я слышу, говорю, а наши неожиданно книги читают, то есть у тренеров это счастье, и уже на этого ребенка, ты смотришь по-другому, ага, вот с него может что-то получиться, то есть, опять же, мы, я не отрицаю компьютер, вот это очень важное такое понимание, компьютер нужен, надо приучаться, конечно, дети должны в этом чизбейси, там, или чиз ассистент, неважно, рекламируем обе программы, пусть они у вас стоят, вы должны научиться в них работать, каждая, ну, все это классно, но ребенок должен научиться информацию именно добывать, то есть готовую информацию, а я сейчас нажму вот на кнопочку по дереву, и мне покажут, как надо ходить, это ничего не выйдет, он должен разобраться, почему надо ходить так, а не иначе, сложно, но приходится, на самом деле, порой себя составить очень сложно, поработать как и с книгой, так и с компьютером, дела, дела, дела. Нет, поэтому, опять же, когда меня спрашивают, почему вы там редко играете, я говорю, потому что я не работаю вот так, как раньше, и я, особенно, если я еду на командный турнир, то я не имею права себе сказать, а как получится, потому что команда на меня надеется, да, вот, ну, когда я беру, и личный турнир, пожалуйста, хочешь, занимайся, хочешь, не занимайся, это будет твой результат, командный, ты не имеешь права, поэтому, соответственно, если ты едешь, соглашаешься, особенно, да, на командную историю, то ты обязан готовиться, а уж как, это твое дело, ну, естественно, там должен решать, книги там, и то я, ну, конечно, когда вот классные книги, сейчас ребята у многих выходят, и там спрашиваешь, да, то, что вот читал в последнее время, кому что понравилось, там, обмениваешься, ну, здорово, когда вот есть такая возможность, многие книги в электронный формат перевели, в конце концов, читайте в электронном формате, так и в том же Чесбейсе, можно читать классные книжки, открываешь все позиции, так, стрелочкой прощелкал, комментарии почитал, все, пошли дальше, конечно, более того, очень много хороших роликов есть, но в них тоже надо копаться, да, вот когда ребята рассказывают, очень много классных есть, причем, зачастую, не самых таких известных, выдающихся шахматистов, но они очень здорово, особенно по иншпилям, вот видно, как они хорошо подошли к теме, подготовились, но вот здесь, опять же, почитайте какие-то, может, ссылки, может, у кого-то спросите, вот это обязательный такой момент, потому что, опять же, все спрашивают, когда читать, я говорю, так когда читать, вы едете в метро, вы играете в игры, да, вы летите в самолете, так вот, почитали, послушали, глядишь, что в голове осталось. Классно, друзья, введем новую рубрику, полезные советы, начинающим и продолжающим шахматистам, а мы, и книги, их вот, книги обязательно, я о себе, на самом деле, Катя, сама не знаю, как продолжать свою шахматную карьеру, поэтому сейчас просто выпытываю, вот как, вот надо будет все это делать, Алина, искренне желаю, что какие-то мои советы тебе помогут, но, в принципе, опять же, если будет возможность, можно действительно, приглашать авторов книг, да, потому что мне нравилось, Саша Костенюк у себя пыталась, да, на канале это делать, и просто вот, ну, должны просто даже понимать, что зачастую, да, Владимир Тукмаков, многие, конечно, уже его не помнят, как гроссмистера, но это потрясающий был шахматист, сам по себе, да, и блестящий, естественно, аналитик, ну, и так же многих вспоминать, но нет сейчас Юрия Сергеевича Разуваева, так что ж не изучать ее творчество, когда, опять же, это был блестящий тренер, и хороший аналитик, ну, к счастью, вот Игорь Аркадьевич Зайцев жив, да, но многих можно вот вспоминать, которых именно, читая их книги, вы просто, это касается не только там, ну, те, кто хочет стать, а кто хочет просто повысить свое мастерство, я, конечно, вот сейчас, если есть возможность, я всем дарю книги, есть такой московский гроссмейстер, Евгений Воробьев, и Женя выпустил несколько книг по дебютам, и один решебник, это как по следам гроссмейстера, да, решебник по следам гроссмейстера, да, и я вот, просто была связана там, с локомотивом, я вот на турнире их, когда приезжала, я их всегда задаривала, эти книги, они уже так на меня смотрят, я говорю, ну, они мне нравятся, если вы их прочтете, уже здорово, то есть, вот опять же, если какой-то такой элементарный уровень, начинающий, да, здорово, не, я сама по ним какие-то дебюты повторяю, там, взял, и не надо там вспоминать, да, всю итальянскую партию, все жертвы, оп, вспомнила, отлично, уже все знаю, пошел играть. Катя, с компом вообще не работаете? Нет, работаю, и люблю, и я говорю, я, что вот прям вам анализировать? Открываем там, да, включим, движок какой любимый? Ой, ты такие слова ругательные, меня не спрашивай, у меня муж для этого есть. То есть, мы включаем компьютер, мне муж показал, да, муж мне показал, где я должна включать правильный движок, и я анализирую, нет, я кайфую, я с удовольствием, я подключаю компьютер к работе, я еще раз говорю, компьютер нам вдруг, помощь, опять же, вот информацию, да, ну как сейчас, партии раз, и ты быстро просмотрел, вышел твик, да, и ты уже можешь просмотреть партии, там, не надо там ждать, просто опять же, если вспомнить советское время, вот, если кто-то нас будет слышать с того времени, как мы ждали шахматный бюллетень, там просто печатали партии, ну их можно было посмотреть, там, полуфинал СССР, чемпионат СССР, вот, а что говорить, сейчас все, любая информация на всех, ну, достаточно в большом количестве есть, но опять же, с этой информацией надо научиться работать, потому что, может, и ты с этим сталкивалась, вот это любимое слово, пришлите мне файлик, мне всегда хочется сказать, да, я-то тебе его, может быть, даже и пришлю, но ты шо, не откроешь, или в лучшем случае, там, ты уже, ты открыл, ты открыл, да, открыл, а прочитал, ну, пока было некогда, ну, ну, поэтому, опять же, я же говорю, когда вот в голове, вот, какие-то моменты, вот опять же, вспомню, Александра Николаевича Панченко, мы на какой-то его школе, совсем мелкие были, я, Алиса как раз, Миша Улыбин, еще Вадик Милов, у нас такая компания была, по-моему, в тот раз, вот как раз я, Алиса и Миша, мы какой-то конкурс, вот, мы там все время лекции читали, а потом конкурсы на эту тему были, и вот мы какой-то конкурс, мы сдали идентичные решения, мы втроем решали, сидели рядом, то есть, каждый писал сам, но поскольку вот трое рядом, все время, вот какие-то там, нет, мы там и обменивались, как говорится, мнениями, и вот мы сдаем эти идентичные решения, Александр Николаевич говорит, все замечательно, ребят, ну, неважно, правильно, неправильно, это уже второй вопрос, вы за доской тоже друг другу подойдете, то есть, дело даже не в списывании, то есть, он говорит, дело не в том, что вы там чего, у кого списали, это вообще, эта дурость, которую, как говорится, забудьте вы не в школе, но за доской вы как будете, тоже вдвоем, втроем, и вот эти, наверное, вот вещи, да, ну, да, я же, да, и я же должен потом буду всех обыграть, а как, действительно, я пойду Мишу искать, который вообще сюда не приехал, вот, ну, вот, действительно, наверное, вот такие моменты, когда до ребенка дошли, причем мы были мелкими, это вот не то, что когда говорят, ну, вот повзрослеет, какое повзрослеет, ну, я приехала, там, мне было 9 лет, ну, значит, там мне 10 лет было, да, когда произошла эта история, то есть, мы вынуждены были взрослеть, потому что мы все время находились с более взрослыми ребятами, вот, с той же Светой Спрудниковой, я как раз всегда вспоминаю, я на свой первый турнир за пределы Ростовской области, это был чемпионат ДСО Трутное, на российский, вот, мне, я еще в первый класс не ходила, летом было, осенью пошла в первый класс, и, ну, я там, не знаю, не знаю, сколько там, минус 2 или минус 1 на турнире набрала, ну, для меня это там, безумно хороший результат, а Света второе место заняла, причем, как сейчас помню, она заняла его с минуса, то есть, человек приехал, опоздал, как, потом вспоминали, у нее, по-моему, брат женился, что-то такое, и вот она, опоздав на первый тур, приехала с нулем, заняла второе место, и вот потом уже, и как бы она меня там немножко так опекала, переживала за меня, но потом вот уже дружили с семьями, как говорится, и вот сейчас недавно виделись в Челябинске, но вот как раз немножко уже сбилась, что хотела вспомнить, но вот я просто опять же говорю, что когда ты привыкаешь с детства, да, что надо работать, и вот смотришь на старших, да, и как они это делают, у тебя волей-неволей, ты заставляешь себя взрослеть, если ты в 10 лет, да, вот так хотела бы закончить мысль, или в 11, или в 12, продолжают, особенно родители, но пока еще маленький, пусть повзрослеет, ну, опять же, я не хочу вас пугать, но есть шанс, что нет. Жень может не успеть. Да, нет, шахматах действительно, не то, что у нас вес короткий, мы, к счастью, да, не художественная гимнастика, не фигурное катание, ну, скажем так, когда они одиночницы, вот, там, можно много проводить параллелей, но, опять же, если мы говорим, вот, о звании чемпиона мира, даже про Чегорина, да, когда говорят, ведь он поздно познакомился с шахматами, и практически дошел, практически, но чемпиона мира, так и не стал. можем только Ботвинника, да, наверное, вспоминать из таких, кто более поздно, но все-таки все равно другое время, и опять же, Ботвинник очень быстро повзрослел, как он эти шахматы на себя примерил, сделал этот выбор в пользу шахмат, и вот опять же, поэтому и стал тем Ботвинником, да, который мы и ассоциируем с шахматами, хотя, конечно, и ученый был, про Ботвинника был даже, по-моему, вопрос какой-то, что, где, когда, или, по крайней мере, язык подборки, что это, я уже не помню формулировку, что это мешало Ботвиннику, он там что-то жаловался, то ли там на зрение, то ли что-то такое, что ему, короче, белые ночи, петербургские, мешали, потому что он не мог уснуть, и раз было светло, он читал, и читал, читал о шахматах, то есть он кучу времени не тратил на то, да, чтобы просто, ну, поглощать вот эту всю шахматную информацию, и вот прям, ну, я не знаю, насколько это, правда нет, но вот даже вот, что, где, когда. Скажем так, это большая вероятность, что правда, я успела застать, я общалась с Михаилом Моисеевичем, он, конечно, был вот человек, который вот полностью себя, если чему-то посвящал, он этим и занимался, да, и опять же, если прочитать его труды, мы опять же, вот как выросли, если говорить про книги, что нам было доступно, труды Ботвинника, пятитомник, да, там вот, мы все его изучали, там внимательно читали, это сейчас у детей, там, труды Дворецкого, да, вот, это тренер пишет, и здоровая подборка, вот мы вот все-таки, да, вот эту черную серию партии, с комментариями, ну, и труды Ботвинника в частности, но, скажем так, я как раз обращала внимание на его описание, вот я тоже, кстати, на детей злюсь, они совсем не читают комментарии, я говорю, вы упускаете важную вещь, когда человек описывает, почему он принял то или иное решение, вот это вам может пригодиться, зачастую вы это быстрее вспомните, чем вариант, в чем это вот было обосновано, почему сделать этот лучший ход, и как раз, да, Ботвинник, я помню, и в этих своих трудах, как вот он, здесь я пошел, изучил, к вопросу о людях, пошел, пересмотрел его партии, сделал вот такой вывод, я не могу сказать, что именно он мне это привил, но вот какие-то вещи, наверное, да, я для себя тогда взяла, что это здорово, это мне поможет, то есть опять же, учитесь брать то, что вам поможет, да, вот опять же, когда говорят, как себя вести, ну, шахматисты, как и все, наверное, спортсмены, и люди суеверные, есть определенные суеверия, да, там, не бриться, носки не менять, ванной рубашке, да, да, я помню, там, какие-то у нас сборы, как раз, Александр Николаевич Панченко, это чемпионат СССР, был среди этих самых республик, но это у нас, наша российская команда, РСФСР, и он говорит, господи, а мы в общежитии, как сейчас помню, в Питере жили, то есть в Ленинграде, и он говорит, ну, вот девочки, хоть в баню через день, хоть там горячей воды у нас не было, естественно, в общежитии, мальчики, у вас же носки уже не гнутся, ну, кто-то там, он говорит, я понимаю, что счастливый, но все-таки, нет, поэтому вот этот момент, да, вот к вопросу о суевериях, поэтому тут ты должен себе тоже искать, если тебе что-то помогает, да, вот если тебе приятнее этой дорогой на партию ходить, не сообщай об этом никому, просто ходи, иди еще, и родителям, кстати, говорю, вы вот тоже на эти моменты обращаете внимание, если ему проще вот с этим мальчиком общаться, значит, пусть общается, и у вас, и опять же, вы смотрите, вот он стал с этим мальчиком общаться, два из двух набрал, ну, прекрасно, ловите этого мальчика, видите его в кино, да, а если, говорю, вот вы видите, что это только мешает, и тем более, там, не дай бог, он стал проигрывать, да, вот вы стали ходить каждый день, там, я не знаю, в парк, и стали проигрывать, ну, уберите парк, вот давайте суеверие проявим, уберем этот парк, не, суеверие, на самом деле, у каждых людей просто гора, слушай, ну, Алина, ну, наверное, это нужно, потому что это разрядка, потому что мы с ребятами обсуждали, вот, как поражение снимать, да, вот, ну, я помню, мы как-то раз, тоже люблю эту историю рассказать, мы с Сашей Морозевичем на какой-то олимпиаде, сейчас мне скажу уже на какой, по-моему, оба проиграли своей партии, и во время ужина сели часа на четыре, на полном серьезе обсуждали, как проводить олимпиаду по круговой системе, причем, чтобы никому было не обидно, не обидно, два круга, вот, и вот мы на полном серьезе, как должны люди вот жить, да, это же команды меняются, там придут родиться, это время успеет, да, если взять мужской турнир, да, сто команд, так, ну, берем по миде, и вот мы, вы четыре часа на полном серьезе обсуждали, как это сделать, то есть я помню, что Петя с Витлер, вот так, ну, вот ужин начался, вот мы начали это обсуждать, уже ужин закончился, мы вот все сидим обсуждаем, Петя к нам несколько раз подходил, так вот садился, говорил, ну, вы даете, и уходил, и уходил, но я помню, что естественно нас обоих собирались снимать, я уже не помню, играл ли Саша на следующий день, но когда я пришла на собрание команды, мне третий раз сказали, не, ну, после этого обсуждения, завтра ты выйдешь, с тобой уже теперь все хорошо, то есть, я говорю, как все хорошо, простите, вот, если мы на полном, мы же на полном серьезе, мы уже практически, все уже, уже расплав проект готов, мы уже все, да, готовы вылетать, как это проводить, но тем не менее, на следующий день меня выставили, я выиграла, то есть, опять же, я не могу сказать, что так и надо, но вот какие-то вот такие моменты, да, вот ты ловишь, как вот себя после поражения, а иной раз надо после победы человека убрать, потому что видно, что вот эта эйфория, да, вот он идет, он еще сам этого не ощущает, но он идет, его вот, вот все, и ты думаешь, все замечательно, так пойди, пожалуйста, один день передохни, вот, не надо, более того, конечно, чем командные тяжелые турниры, вот опять же, да, к вопросу о том, всегда готов, что такое командник, это утром тебе могут позвонить и сказать, а все, вот человек не вышел, или в несчастный случай, тренер заявочку забыл подать, такое тоже случалось, и неважно там сдвижка, не сдвижка, каким цветом играешь, ты всегда должен быть готов, вот тоже вот так говоришь, что всегда молодым ребятам, у них командных турниров, к сожалению, меньше, но это очень хорошая школа, которая приучает, то есть, а я этот вариант не повторил, а ты его должен знать, ну и что, что не повторил, я как раз в этом плане, чуть опять отвлекусь, на Бундеслиге всегда воспоминания, я играла много лет за очень сильную команду Баден-Бадена, мы всегда за первые места боролись, и у нас там несколько команд таких вот противников, вот за одну из них Лейла Джавакишвили, мы как раз играем матч за первое место, но у нас получилось, что нам удалось все-таки уговорить, у нас Хуи Фань, тогда была в команде, она прилетела, вот сдвижка неожиданная для соперника, все, но тем не менее, что у нас классные шахматистки сидят, что у них классные шахматистки, то есть, и вот как раз Алина Кашлинска, она играла за команду конкуренток, она потом после партии, ну как же так, вот они нас обманули, Алина Джавакишвили, которая минут на 15 опоздала, пришла черными, сидит против нее там совершенно другая, как говорится, на кого она устраивает, она спокойно там через 20 минут уже уравняла, через там полчаса та уже на ничью была рада, что согласилась, и Лейла говорит, а тебе что музычук, что Костянюк, хоть одна морда нравится? Сиди играй! И вот это правильный подход, то есть, когда ты особенно выходишь уже на более такой уровень, мы не говорим, когда тебе надо показать, что первым ходом вообще ходить, ты должен быть готов к любой ситуации, это очень хорошо дисциплинирует, опять же, команде ты обязан просто работать в любой ситуации, ну просто, не потому что даже, конечно, когда приезжает команда, и там еще кто-то против себя, или друг друга болеет, это ужасно, я, к счастью, с этим не сталкивалась, но знаю такие моменты, вот это ужасно, потому что все-таки команда, она, неважно, какие у вас отношения, там по жизни вы не обязаны, там каждый день ходить и гулять вместе, но в тот момент вы команда, вы боретесь, делаете одно дело, да, и ты приехал, вот я еще раз повторюсь, почему на командных, это самый важный момент, ты приехал, ты на командных должен быть готов, то есть, опять же, ты можешь быть здорово готов, а игра не пойдет, это другой вопрос, но ты должен быть готов, как никогда, потому что ты подводишь, не только себя, вот, ну, и помогаешь, не только себе, почему, это вот можно вспомнить, допустим, Семен Дворец, да, сейчас, конечно, он не на слуху, он был такой, сильный, достаточно, гроссмейстер, ну, из таких рядовых, да, но, тем не менее, вот как раз, когда Семен играл за команду, все его, кто с ним играл, его как раз выделяли, что для Семена это все, командные вообще глаза горят, он в команде будет себя проявлять до конца еще больше. Друзья, мы сделаем нарезочку из полезных советов от Екатерины Ковалевской, и вот сейчас мы делаем такой достаточно большой прыжок, если касается шахматной части, то мы обсудили как раз-таки, да, вот последний чемпионский матч, да, потом через несколько лет было, получается, первое командное золото, да, за всю историю, связанное со сборной России, 2007 год, командный чемпионок Европы, да, то есть до этого как раз-таки бронза и серебро Олимпиады, и потом, насколько я правильно поняла, был какой-то перерыв в шахматной карьере. Нет, перерыва как такового не было, просто получилось как раз, что, ну, мне там еще немножко с болезнью было связано, действительно упали результаты, то есть там команду ты, как говорится, обоснованно, да, не попадаешь, ну, получилось все сразу как раз, тот момент, когда я стала возвращаться, играть, да, и как раз на чемпионате Европы там отобралась, на первенство мира, выяснилось, что я забеременела, вот так вот бывает, и здесь, конечно, семья вышла совсем на первый план, ну, я поздняя мама, единственная и последняя беременность, как я смеюсь, поэтому, естественно, ну, опять же, не то, что я считаю, что там вот сыны и ничего другого, нет, я повторюсь, я с удовольствием продолжаю играть, когда я не знаю, но, к сожалению, заниматься так, как раньше, я не могу, потому что, ну, вот, сначала Вовка подрастал, да, там, потом, опять же, вот, какие-то там еще вопросы, но и семья действительно требует, это не к тому, потому что, скажем, вот, Саша Костенюк уже и дочка большая, тем не менее, да, там, борется, можно еще, у Моники Сочка там трое детей, и так далее, можно много проводить параллели, а Моника там недавно, чемпионка Европы у нас, к счастью, стала, вот, ну, то есть, вот такие вот моменты, что это действительно важно, что ты, как ни грустно, да, должен понимать, может, не то, что выбор делать, но, вот, сейчас у меня шахматы, действительно, по сравнению с семьей, ушли на второй план, но, опять же, потому что семья накладывает, ну, там, связанные родители, да, не молодеют, к сожалению, тоже какие-то вот такие моменты, уходят, я не могу назвать словом перерыв, да, результаты, естественно, упали, но, опять же, я могу сказать, то, что и повторюсь, чтобы они были, я должна работать по 6-7 часов в день, я себе сейчас такого позволить не могу, нет, а я могу сразу сказать, если вот, опять же, я вспоминаю, ну, просто вот, кого мне легко, и про кого там точно, я уверена, я не сомневаюсь, что Саша Костенюк по многу занимается, хотя она там успевает и ролики писать, и все, да, она успевает все, но, тем не менее, у меня нет сомнений, что она занимается и занимается по многу, ну, естественно, там, Саша Горечкина, естественно, я преклоняюсь перед Катей Лагно, да, когда детей иногда там начинаешь, сколько же у Кати детей, и тем не менее, я вижу, да, вот по дебютам, понятное дело, что у Кати есть помощь, когда ей там дают классных тренеров, это тоже здорово, да, потому что, опять же, ты вот с этой проблемой сталкиваешься, то есть, пока вот я была и в сборной, и играла там за разные команды, то у меня вопрос не стоял, я должна готовиться, и, скажем, какой-то гонорар ты спустил на тренера, да, это было святое, сейчас, когда ты уже так не зарабатываешь, ты уже так думаешь, я же не могу так просто спустить деньги на тренера, а вот у меня Вова там в Карелию поехать хочет, а это тоже, вот они приоритеты, да, ты уже начинаешь, ну или там, не дай бог, связано, да, с медициной, естественно, сразу туда, то есть, какие-то такие вещи, опять же, я не хочу сказать, я не сказала своего последнего слова, это глупости, вот, но пока я играю, я играю, то есть, я хочу играть, но, соответственно, я уже исхожу из того, играю как могу, и готовлюсь как могу, вот так бы я сказала, то есть, опять же, не могу сказать слово, да, вот, перерыв, то есть, как таковое, его, наверное, не дело, но вот спад, он тоже объяснимый, из-за чего произошел, но с другой стороны, опять же, если, ну, можно тоже пию, крамлинг вспомнить, если ты хочешь, ты заставишь себя, и будешь заниматься, но вот вопрос, жизненные приоритеты, они тоже важны, поэтому в данном случае, я тебя могу понять, да, когда вот ты, все-таки, семья, шахматы, оно все начинает перекликаться, и это трудно выбрать, да, вот, поэтому, даже Катя Лагнуева, она мало играет, я понимаю, что турниров не так много сейчас, но это последние два года, да, но, в принципе, она же давно мало играет, вот, только вот, как говорится, выстреливает, редко, но метко, но, но это очень тяжело, то есть, я помню, тоже на каком-то турнире, я говорю, господи, когда ты успела это проанализировать, она говорит, ну да, там между, одного качаешься, там кашку готовишь, там, там, ну вот, это действительно, это сложный такой, поэтому ты, конечно, восхищаешься людьми, которые, но опять же, Катя же не говорит, вот у меня пять детей, пожалейте меня соперницам, она сидит и пашет, я, ну, я действительно, я обожаю таких людей, которые там, тут рожают, тут беспокоятся, в какую школу ребенка записывать, там, какие ясли, и тут же, а что я буду играть, а как я должен это подготовить, то есть, ну, это классно, вот это действительно классно, и важно, что вот такие люди есть, вот, пожалуйста, опять же, вы для себя и делайте вот этот вывод, если я хочу, я найду время, потому что, когда спрашивают, он в школе учится, что делать, ну, ну, что я могу сказать, ну, все учатся, хотя, опять же, если вы меня спросите, нужна ли школа, нужна, нужна, и это классно, что сейчас вот у детей, я своему сыну реально завидую, по-хорошему завидую, столько возможностей, да, там, ты можешь заниматься программированием, языки, ну, потому что, ну, раньше тяжело было их так учить, да, сейчас уже в школе у них эти языки есть, сейчас там у меня у ребенок финансовой грамотности, ну, такие классные задания они вот делают, но я ему действительно завидую, я не знаю, занималась ли бы я шахматами, я может там в экономику ушла бы в классе пятом, и только ей занималась, но, опять же, вот, ты должен тогда этим заниматься, ты должен для себя вот это нащупать, потому что поверхностное, ну, я не верю, что когда человек и там, и там, и я все, я все знаю, ну, не может ты все знать, я думаю, любого спроси самого классного шахматиста, он тебе скажет, что он все равно все не знает, он многое может, да, вот того же Карлсона взять, он, ну, он, конечно, обалденный шахматист, вот все в нем сложилось, да, и понимание позиции, и активный стиль, но, тем не менее, даже он всего не может, что-то где-то иногда проскальзывает, что кто-то может лучше. Дорогой Магнус, если ты еще не все знаешь в шахматах, заходи к нам на канал, у нас есть уроки для продвинутых шахматистов, присоединяйся к нам, и, может, наконец-то разберешься, как играть с ладьей против двух фигур. И иногда ладейный шпиля, особенно против двух пеших. Мы еще этого не разбирали, но, надеюсь, такой новый урок у нас скоро выйдет. Думаю, можно уделить маленькое количество времени повестке дня про переход Федерации шахмат России в Азию. Просто кратко, как думаете, вот, лучше так, чем никак, да, то есть, что нас ждет? Я просто, ну, как многие, наверное, так же столкнулась с проблемой, несмотря на то, что я, повторюсь, играла редко, и в чемпионате Европы я уже давно не играла, тем не менее, на какие-то турниры и за границу выезжала, ну, в частности, в Бундеслеге, да, и с Германией много было связано. Сначала пандемия, тут мы вынуждены, да, никто нигде не играли, хорошо, когда в России у нас, да, разрешили мы играли, и были рады, да, что у нас все-таки, как нигде, вот с турнирами, сейчас по ряду причин, ну, есть и психологическая составляющая, когда тебе не рады, это очень тяжело, то есть вот я очень рада, вот на самом деле, пользуясь, опять же, такой возможностью, искренне поздравляю Лешу Сарану, потому что, ну, великолепный результат, классно, что он чемпион Европы, ну, потому что, опять же, в любом случае, он наш, да, вот, как бы то ни было, мы знаем с младенчества все, естественно, болели и за других наших ребят, и за Сашу Приньки, в частности, но вот, вот эта сама обстановка даже уже, вот, просто тяжело, когда там, ну, людей, которых ты там знаешь с младенчества, и ты им здрасте не можешь сказать, и, ну, это очень тяжело, то есть, ну, скажем так, я говорю по себе, вот, психологическую составляющую, поэтому, ну, и опять же, когда вот многие страны просто принимают это решение, что тебя просто вот по паспорту быть не может, поэтому с этой точки зрения, конечно, лучше тогда в Азию, не потому что нас там больше любят, но просто больше возможностей, опять же, ну, скажем, в Китае, в Индии, ну, действительно классные шахматисты, и если какое-то объединение будет, понятно, что Китай до сих пор с пандемией там никак не разберется, но... Но Индия уже давно всем показала, что там конвейер просто, да, сильный. турниры у них до этого все-таки швейцарки, да, были, а сейчас, если будет возможность каких-то, они будут хорошие круговые проводить, может, какие-то матчи тоже пойдут. Ну, опять же, вот уже чемпионат Азии, да, вот психологически на него будет ехать легче. Я вот говорю, опять же, по себе, да, вот скорее туда, потому что здесь страну пустят, не пустят, опять же, вот с людьми сталкиваемся. А тут, кстати, будет, по-моему, в Алма-Ате. Ну, в июне, то есть Казахстан вообще наши братья, да. Очень хочется в Казахстан, когда там КВН. Да, да. Вы смотрите КВН? Ты знаешь, я иной раз такое смотрю. Я не могу сказать, что я вот, я какие-то моменты и вещи смотрю. Не, ну, я женский стендап смотрю. А, не, ну, это тоже классная штука. Да, ну, КВН, скажем, старый. Я скажу, где-то вот подборка номеров всплывает, вот скажем так. То есть, я не то, что я там фанат, это нет. Ну, вот каких-то таких моментов, да, но казахскую сборную там как раз любили, да, если вспомнить, то там были интересные моменты. Нет, ну, тут такие спорные вот чувства. Конечно, трудно сказать, мы Азия, да, но с другой стороны, ну, вот. Мы хотя бы, часть чего-то, да. Нет, мы в любом случае должны быть шахматной частью, потому что, ну, вот здесь все понятно, я, опять же, никого не призываю ни к какой стороне, это выбор любого человека все равно индивидуальный, зачастую от многих независящий, потому что в любом случае мы живем все в нашей стране, да, а вот, конечно, когда людей просто вот отрезают по всем видам спорта, не только же мы такие несчастные, да, там, оно, у нас, кстати, все-таки больше с турнирами, как мы пока вот за счет всего этого держались, а где-то просто ребята отрезаны, и я понимаю прекрасно, когда ты сидишь и никуда, то есть не то, что даже, не в том плане, вот, не все должны все, а что делать, да, то ли тренироваться, это же действительно сумасшедший труд, как себя в форме поддерживать, ты должен каждый день, да, там, по 6-7 часов пахать, возьмем фигурное катание, на льду, а когда турнир через год, через два, и зачем, да, то есть мотивации нет, и... Мотивация, это главный двигатель прогресса, потому что, опять же, вспомнить было одно время такие попытки изменить правила шахматные, как раз обсуждалось, что надо отменить мат, потому что это травмирует детей, да, да, конференции проводили на эту тему, я в шоке, конечно, была, но, тем не менее, это же было, на самом деле, главная составляющая шахмата, тут я могу сразу сказать, это, конечно, именно игра за доской, то, что вы хотите для себя там порешать, это здорово, я сама еще раз повторюсь, мне нравится аналитическая часть шахмат, но без игры за доской, это все, простите, в никуда, потому что, вот, ты сидишь за доской, ты сидишь с конкретным соперником, здесь и сейчас, и вот ты здесь и сейчас доказываешь все, что ты можешь, все, чему ты научился, все, чему тебя научили, опять же, какое-то озарение у тебя произошло, недаром, да, вот это второе дыхание открывается, но, опять же, могу по себе сказать, зачастую предпоследний-последний тур, как бы ты уже не помирал, и вдруг ты вот, вот на тебе вот это, что все уже все равно заканчивается, и ты уже по-другому играешь, но потом заставь тебя еще одну порчу играть, ты уже не выйдешь, никогда, но это нормальное явление, поэтому вот именно должна быть игровая составляющая. Ну, в общем, хоть где-нибудь будем играть. Ты знаешь, я бы сказала не то, что хоть где-нибудь, хорошо, что мы будем играть, я бы по-другому поставлю. Не, ну, потом, ну, как, ну, на мир должны девочки отбираться, да, там, нет, опять же, если я поеду, я тоже поеду отбираться, в первую очередь. А вообще, какие планы? Ты знаешь, пока никаких, поскольку, вот, ну, действительно, все вот так сумбурно происходит, скажем, ну, будут, вот так смотришь, да, какие планы? У меня были в апреле планы на Челябинск, да, как у всех, но вот, нет, Максим Анатольевич, большое вам спасибо за все турниры, что были, но вот, нам остается жалеть, что теперь это так, как есть. Вот. Команник, высшая лига. Ну, опять же, вот, как буду смотреть, да, где что, как говорится, где возьмут, куда попадешь, ну, будут турниры, здорово, сыграю, конечно, опять же, подходишь бороться, но, я тем более сейчас в чемпионатазе, изучать, да, и правила, и все, как стоит. Так что, скажем, намеришь, ты играла, да, как раз по быстрым и Блицу, и вот тоже подумала, ну, вот меня именно сам мир тогда напряг, а вот как раз на Азию, скажем, мне, наверное, проще будет поехать, вот, в этой ситуации. Ну, просто, просто даже интересно, потому что другая специфика, но классно, тоже классно, что турниры будут. Я думаю, что наши, в принципе, достаточно объемное интервью, в принципе, можно уже потихонечку сворачивать, сейчас мы буквально, вот, несколько вопросиков, на которые, вот, все, думать нельзя, вот, что первое в голову пришло, то ответим, нет, на самом деле, я же шахматистка должна думать, я не умею составлять Блиц опросы, я надеюсь, наши зрители не будут сильно этим недовольны, нет, просто пытаемся ввести, ну, разнообразие в нашу шахматную такую болтовню, все, думать запрещаю, все, хорошо, ладно, нельзя, выключили, да, Блиц или Рапид? Рапид. Так, подожди, я веду, Рапид, Да, Рапид. Это первый человек, который нам отвечает Рапид в своей карьере. Нет, ну, понимаешь, у меня просто смешно, потому что я, когда приезжаю на первенство России по Блицу и Рапиду, то, хотя я стала, да, чемпионкой Москвы по Блицу, и вообще, в последнее время, если так взять, у меня в Блице больше достижений, чем в Рапиде, но в Блице я играю, когда меня заставляют, а если их можно выбрать, то я буду играть Рапид. Шок. Да, ну, извини. Рыба или мясо? Рыба. Мое круглое, вот это вот, сейчас, вот раз, это потому что, не думай, на самом деле, я жуткий мясоед, но, скажем так, рыбу все равно люблю больше, но это донские корни. Еще лучше я праки тебе сказала. Ой. Так, хорошо, фильм, который должен посмотреть каждый? Не знаю. Вообще, да? Ну, потому что, мне кажется, любой фильм, это настолько индивидуально, потому что, ну, ты с чего-то вот фанатеешь, да, вот в этот момент тебе это нравится. Поэтому, даже вот, когда меня просят посоветовать фильм, я говорю, ну, вот я это посмотрела, мне понравилось, но посмотреть каждый, я никогда не скажу, потому что, это все равно индивидуально. Хорошо. Дерзкая сицилианка или играем Берлин на отбой? Сицилианка. Даже, нет, вот даже если мне не в том плане, может, я в партии выберу Берлин, но с точки зрения, все-таки, если мы говорим про шахматы, конечно, сицилианка. Кто выиграет матч? Ты имеешь в виду Ян или нет? Я, конечно, скажу Ян. Прям вот все. Не, ну, тут я фанат Яна, я, естественно, в любом случае буду болеть за наших, хотя, опять же, мне нравится, его соперника нравится, как играет, но в данном случае, безусловно, вообще всегда назову любого российского, даже экстраспорсийского, ну, если только он мне совсем не нагадил по жизни. Болеем за наших, да? Нет, только за Яну, да. Кто выиграет матч? Китайская шахматистка или Китайская шахматистка? Более того, я тебе могу сказать, что Большой Перестомир выиграет Китайская шахматистка. Не, ну, я, скажем, предпочту, наверное, чтобы действующая чемпионка мира, поскольку я с ней играла, счет у меня с ней хороший. Пусть и останется, да, пока? Тогда детям хоть говорю, но вот я с ней играла, да. Кать, спасибо большое за эту великолепное душевное интервью. Я думаю, что мы действительно можем сделать из этого большую нарезку полезных советов. Вот у Остера была книга вредных советов, да, а у нас просто целый комплект того, что должен уметь делать шахматист в любом своем возрасте и на любом уровне. Мы будем очень рады видеть у нас на наших турнирах, у нас в гостях. Я думаю, что мы никогда не отказываем нашим гостям в продолжении беседы, если вы хотите увидеть второй выпуск, конечно же, мы его обязательно сделаем. Удачи, успехов во всем. Спасибо. Спасибо, Алин. От себя хочу, ну, во-первых, поблагодарить наших зрителей. Присоединяйтесь, смотрите Алины на канал, Алины, я даже иногда смотрю. Да, нет, честно скажу, не к тому, что я готовилась, когда решили делать интервью, я ничего и не пересматривала. Я люблю немножко экспромты, но в данном случае как раз мне тоже хочется обратиться к зрителям, что просто любите шахматы, если вот они вам нравятся, просто их любите, интересуйтесь, любите себя в шахматах, любите шахматы в себе. И действительно, вот к вопросу, поскольку ребята делают действительно многие вещи очень интересные, вы сами активно пишите, что бы вы хотите, что бы вы хотели, вернее, потому что иной раз, знаете, вот я просто, вот как-то меня Саша Костенюк, она у нас активная девушка, заманивала, мы с ней делали стримы, потому что, ну, мы говорим, да, то, что мы, как нам кажется интересно. Потом вот всплывает так по дороге и делаешь стрим, который бы тебе в голову не пришел на какую-то тему, а людям это действительно интересно и здорово, поэтому не бойтесь как раз высказывать даже какие-то ваши, как вам кажется, странные мысли, да, хочу знать, что играть на первый ход А3, но вы это обоснуйте, а я думаю, Алина это с удовольствием сделает, я поддержу, если что. Спасибо. Друзья, с вами была Федерация шахмат Москвы, меня зовут Алина Бивол, подписывайтесь, если вы еще не с нами, ставьте лайки и до новых встреч, всем пока. До свидания.